полезный город добрый день микрофоном ольга болезина у нас сегодня в гостях если кто посмотрит видео очень большая делегация это студент авиатского государственного агротехнологического университета 6 человек и проректор университета по учебно-методической работе михаил поярков добрый день добрый день собираемся мы вот в конце января время когда принято подводить итоги отмечать день студента поэтому нас так много все ребята прям замечательные я бы хотела чтобы каждый рассказал про себя потому что мы сегодня говорим об успехах и у нас если не самые успешные то представители самых успешных и студентов вуза сегодня здесь присутствует давайте по очереди имя фамилия какой курс и что в двадцать первом году у вас было интересного добрый день меня зовут бушмелева евгения я студентка четвертого курса факультета ветеринарной медицины с детских лет я мечтала стать ветврачом и поступила в университет на втором курсе начала заниматься научными исследованиями на кафедре микробиологии интересно что у вас там проводится исследование коронавируса у животных у зверей да я проводила такие исследования в наше время это актуальная тема и как нам бояться за наших котиков собачек или может быть за вот промышленных животных нет можно не бояться именно к вид 19 животные подвержены очень мало и ну практически минимальная вероятность заражения а что вы там с ними делали вы специально пытались заражать или как нет все только в теории также я принимаю активное участие в работе военно-патриотического центра в университете и занимаюсь конным спортом и вы у нас входите в число стипендиатов да я получаю стипендию от россельхозбанка стипендия составляет 15 тысяч рублей это помимо обычной академической стипендии то есть но это не такая плохая цифра это очень хорошее дополнение и мотивация если вот взять всю вашу масштабную деятельность прошлого года чтобы вы выделили то чем вы гордитесь я не знаю у меня наверное именно все в совокупности то есть я никогда не сижу на месте мне вот все время надо что-то делать меня вообще не бывает дома у меня все время учеба спорт и наука на 22 год какие есть планы с чем они больше всего связаны продолжать заниматься этим же так переходим к следующей нашей гости здравствуйте меня зовут виктория я учусь на пятом курсе факультет ветеринарной медицины и пока что еще иду на красный диплом пока что сессия все решит зимние сессии летние так вы у нас тоже стипендиат я получаю стипендию от дронича в размере 5000 рублей каждый месяц университет выстраивает партнерские отношения со многими сельскохозяйственными предприятиями в плане практической подготовки наших студентов ну и вот этих предприятий естественно возникает конкуренция за хороших студентов которых они присматривают дальнейшем для работы и многие предприятия назначают лучшим студентам по итогам практики именные так скажем корпоративные стипендии это хитрость такая совершенно верно рекрутинг и виктория является одним из таких стипендиантов вот у нас только что еще был россельхозбанк а сколько вообще у вас партнеров которые присматривают да там или поддерживают студентов в двадцать первом году было шесть таких партнеров но мы работаем над этим и расширяем перечень предприятий которые готовы участвовать в этой программе это именно по стипендии стипендиально поддержка наших студентов ребят кстати вот что вам интереснее наверное перспектива будущего трудоустройства либо стипендия в тот момент когда вы учитесь либо какие-то постоянные регулярные стажировки или практики то есть когда вы знаете что я каждый год хожу там там стажировку в такое-то место получает там компетенции возможно в будущем там и буду работать на самом деле каждый критерий который вы называли для нас очень важен каждый нельзя выбрать между деньгами и практикой все нужно деньги это сегодня и сейчас те знания умения навыки компетенции которые ребята получают на практике они будут востребованы в течение всей жизни то что они наработают сейчас во время учебы ну по сути дела это является основой для построения их карьеры в будущем поэтому всегда ребят когда ориентируем говорим не надо гнаться за большими зарплатами выбирайте те предприятия где вас смогут научить вашей профессии по максимуму виктория расскажите да чем вы агрохолдинг покорили я не первый год прохожу практику в предприятиях агрохолдинга дорончи здесь практическая подготовка студентов организована на самом высоком уровне и если студент работает добросовестно то его рады видеть и на следующий год за хорошую работу и высокие производственные показатели предприятия поощряют лучших студентов я выполняла работу ветеринарного врача на свиноводческом комплексе села русская проводила различные лечебно-профилотические мероприятия получила много практических навыков востребованных технологий современного производства и эта работа меня очень вдохновляет руководство оценила и отметила результаты моей работы и на следующую практику которая будет уже в марте месяца снова планирую прийти на это же предприятие а расскажите тем кто считает что ветеринарный врач это только котики и собачки нет конечно чем вы там занимаетесь практика у нас обязательно только на предприятиях сельского хозяйства то есть можно выбрать либо направление крупно рогатый скот и свинокомплекс я выбрала поработать с поросятами хотя вообще никак не планировала ближе меня к телятам наверно тянула но когда попробовала поняла что все таки поросят это мое а что с ними нужно делать я работала на площадке доращивания поэтому моя основная работа была от вакцинации на площадке было около 25 тысяч поросят и нужно было каждого провакцинировать пролечить у кого-то там ножка болит у кого-то еще что-нибудь и получается в этом году тоже иду туда же на это же предприятие на эту же площадку двигаемся дальше нам надо успеть про всех рассказать еще про тех кого с нами сегодня здесь нет как говорится не хлебом единым жив человек также и студент жив не одной учебой для того чтобы развиваться во всех сферах жизни студентам надо предоставлять условия что собственно говоря университеты делают кто желает заниматься спортом пожалуйста у нас есть для этого спортивной секции научные исследования можно реализовать занимаясь студенческом научном обществе есть проектный офис который помогает ребятам реализовывать различные проекты самых разных сферах деятельности есть центр поддержки студенческих инициатив но и большинство ребят занимаются в этих центрах и достигают определенных результатов руслана как раз занималась при проектном офисе они разрабатывали реализовывали проект руслана сами расскажите так конечно всем доброго времени суток меня зовут куриц руслана я являюсь студенткой третьего курса биологического факультета специальность биоэкология для того чтобы рассказать о моих каких-то заслугах не только моих поясню что такое университет 2035 университет 2035 это первый в россии глобальный цифровой университет или еще можно сказать университет новых возможностей весеннем интенсиве 2021 года я была в составе команды которая участвовала на данной платформе на данной платформе мы разрабатывали проект обогащение мясных полуфабрикатов йода а уже в осеннем запуске 2021 года я была в качестве наставника команды эко чил с проектом наука сад как раз таки наш проект проект моей команды вышел в финал а также попал на демо день и сейчас висит на сайте университета 2035 на витрине проекта финалистов это единственный в кировской области проект который вышел на демо день так это наука сад наука сада нужно сказать что это университет 2035 площадка при сколково созданная да то есть это детище сколково отбираются лучшие самые прогрессивные а расскажите вот этот проект он там висит на этой витрине чтобы что дальше с ним что-то будет ну конечно я думаю что ребята дальше будут продолжать над ним работать и в дальнейшем может быть выиграть какой-то грант для его осуществления на витрине он висит для того чтобы потенциальные интересанты обратили внимание на наш проект и смогли не то что помочь а как-то реализовать этот проект возможно своих целей возможно нам помочь его реализовать а чем он это живая зона для социального контакта всех слоев населения как нашего университета так и гостей нашего университета то есть это какие-то теплицы это для того чтобы выращивать какие-то растения это также лекторию чтобы проводить лекции на улице ну и в принципе это такая можно сказать зона для общения как студентов такие преподаватели и гостей нашего университета что-то полезное приятное атмосферное да да все все в одном интересный проект тоже про обогащение полуфабрикатов йодом для кировской области проблема известная до недостаток йода если какие-то перспективы реализации у того проекта вы может быть университет его каким-то образом может под продвинуть на самом деле кировская область является эндемиком по йоду и поэтому это вообще такая глобальная проблема не только для кировской области но как сказал врач эндокринолог для всей россии наш проект как я думаю очень важен но не знаю чья это можно сказать вина но проект к сожалению на платформе университета 2035 не взаимел таких прям успехов мы вышли в финал конечно но к сожалению эксперты можно сказать можно сказать грубо были некомпетентны в нашем вопросе так как вопрос достаточно сложный и достаточно очень важный работа над этим проектом продолжается университет занимается поиском заинтересованных лиц поиском инвестором но я думаю что при желании и научного нашего коллектива и студентов проект будет реализован достаточно масштабно а если вообще говорить про научную деятельность кто главный мотиватор вы сами или университет приходит и говорит ребята вот если вы будете чем-нибудь таким заниматься то вам может быть там будут какие-нибудь ништяки виде стипендий или еще чего-то там повышенных баллов за что-нибудь на самом деле первый раз когда мы вообще пришли в университет 2035 преподаватель пришла к нам и сказала вот есть такая вот идея крутая можете поучаствовать получили себя какие-то новые знания для начала мы очень долго думали потому что было на самом деле вообще ничего не понятно для нас это была новиночка но можно сказать грубо говоря под напором преподавателя мы туда пошли на самом деле никто из нас об этом не пожалел во первых на брифингах где мы получали как знания такие какие-то советы всегда в конце было буквально пять-десять минут для того чтобы вы пообщались с другими ребятами из других городов это было очень интересно я помню такой случай когда один из экспертов можно сказать да экспертов показывал нам свой город по видеосвязи в общем очень много полезного мы оттуда приняли переняли вернее ну и в принципе что такое проект как его упаковать как в дальнейшем идти с ним куда идти об этом все нам рассказали и в дальнейшем нам эксперты дали советы по его продвижению так что дали свои контакты для того чтобы допустим экономику проекта нам помочь сделать и в дальнейшем мы подавали на гранты но к сожалению тоже пока что успехов не принесло но я думаю что в дальнейшем мы обязательно получим то что хотим михаила вот этот университет 2035 это тоже партнер вятского году да или как это работает да мы устраиваем отношения с ними и стараемся увеличивать количество студентов и преподавателей которые работают в проектах реализуемых университетом 2035 вообще кажется что в последнее время проектное мышление становится очень важной вещью если человек этим не обладает он наверное очень много теряет потому что мир переходит на существование вот какими-то проектами да совершенно верно но мы тоже мы тоже учимся совершенствуемся смотрим куда идет мир стараемся не отставать двигаемся дальше станислав у нас получатель стипендии президента поскольку начали говорить про стипендии разного уровня есть корпоративные стипендии стипендия президента российской федерации стипендия правительства российской федерации двое обучающихся в прошлом году у нас получили стипендии правительства и станислав сегодня присутствует студии получил стипендию президента станислав тетенгель да добрый день я магистрант второго года обучения что могу сказать учиться инженером всегда было престижно бакалавриат закончил с отличием дальше уже поступил в магистратуру по направлению эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Занимаюсь научными исследованиями, в частности, на кафедрах эксплуатации и ремонта машино-тракторного парка, на кафедре тепловых двигателей. Одна из тем была исследование и оптимизация пассажирских перевозок в городе Кирове на примере АООТП. О, это очень актуально для тебя. Имеется ряд научных публикаций. Так, расскажите, а стипендия президентская, она за что? За какую-то конкретную работу? Нет, она комплексная идёт, учитывается всё, твои выступления, сколько у тебя дипломов, сколько у тебя научных статей, как ты вообще в целом наукой занимаешься, на всё это смотрят и выбирают. И её выплачивают регулярно на протяжении какого-то срока? Да, она выплачивается ежемесячно, на конкретный срок она назначается и выплачивается. Расскажите про цифры. 8 тысяч в месяц стипендий составляет у меня. Она не большая, здесь больше престиж. Да, звучит, конечно, и дальше в резюме вам всегда пригодится упоминание. Конечно, да, да. Как вообще устроено получение стипендий? Вы заявлялись, либо в УЗ пришёл, сказал, что давайте попробуем, вы такой успешный, классный. Учебное заведение уведомляет о том, что есть конкурс какой-то, и вы собираете все свои успехи в одно целое и подаёте заявку. Дальше уже решают, кто прошёл, кто не прошёл. Расскажите нам, Станислав, что вы интересного узнали в ходе вашего исследования в сфере транспорта по ТУП, потому что в начале года мы опять тут увидели у нас и пробки, страшные вещи с вплоть до вырванных дверей. Ну, что-то сказать, могу сказать, что транспорт у нас не совсем корректно работает. На определённых маршрутах прям не хватает количества автобусов в одном рейсе. То есть на каждом рейсе нужно смотреть, исследовать. А у вас вопросы какие были в этом исследовании? Ну, нужно было просто с помощью выборки определить оптимальное количество автобусов на маршруте. Это часть только того, что я сделал. И это было какое-то в совокупности большое исследование? Ну, исследование, да. В предприятии. Да, ну, апробация имелась, работы, да. То есть мои наработки были переданы в предприятие, а дальше уж они сами. Ну, там руководитель молодой, перспективный, смелый, может быть, да. Денис, Денис Берлак. Да, получится. Так, продолжаем дальше, знакомиться с нашими гостями. Здравствуйте, я Лежний Наталья Андреевич, я инженер третьего курса инженерного факультета. Расскажите, у вас целый список олимпиады, выступления научные? Там, да, много всяких проектов. Я в них много что делал. Где-то просто оформлял, а где-то выступал даже. У меня вот есть, например, записано про вас диплом первой степени международного научно-исследовательского студенческого конкурса бизнес-идеи проекта с проектом макропредпринимательства «Мейнстрим. Развитие сельских территорий». Тоже большая проблема для Кировской области, развитие именно вот этих территорий, откуда все пытаются уехать. У вас тут, наверное, какие-то предложения были, где оценили эту работу? Я уже точно не помню, но я куда-то с этой работой ездил, но ключевая суть в том, чтобы правительство Кировской области спонсировало организации, чтобы студентам заинтересовать в том, чтобы остаться в Кирове и развивать Кировскую область. Кому надо давать эти средства? Прямо студентам, выпускникам? Или надо вкладывать их в территорию, чтобы она становилась интересной молодым людям? Ну, надо же студентам объяснить, как это работает, какие есть перспективы, и тогда они и не будут. А расскажите, кстати, ребята, про свои планы. Вот вы все у нас успешные, вас, наверное, с руками и ногами в любом месте, в любом регионе захотят получить. Каков ваш выбор, Киров или за пределы? Ну, я лично в Кирове останусь, я не знаю, куда мне податься еще. Ну, я тоже всегда хотела остаться в Кирове, ну, либо в Кировской области, то есть это родной мой город, мне он нравится, и то есть, ну, как говорят, где я родился, там и пригодился. Так, а еще, ребят, какие есть мнения? Кто-нибудь хочет уехать? Ну, я планировала, да, уехать. Хочется побывать в другом городе, я не говорю о том, что город какой-то плохой, я точно так же, как и все, люблю город Киров, но хочется что-то другое попробовать. Михаил, вы как-то следите за миграцией выпускников? Статистику собираем, ну, как правило, это первые годы после окончания ВУЗа, а в дальнейшем уже кто куда переезжает, у нас, конечно, такой информации не собирается, но по отдельным людям, конечно, мы такую информацию через деканаты, через факультеты можем получать. А есть какие-то регионы притяжения особые? Я знаю, что ВУЗ работает, конечно, над закреплением кадров здесь, и партнерами выбираются именно кировские предприятия. Совершенно верно. Ну, молодежи мысли какие возникают? Столичные регионы Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, в основном вот эти вот города рассматриваются. Ну да, и когда ты покажешь все свои дипломы и напишешь, что ты получал там президентскую стипендию, наверняка шансы кто-то устроиться повышаются. Виталий, расскажите вот еще, пожалуйста, про ваши поездки, потому что у вас есть и международный опыт. Ну, там просто сам конкурс был международный, и все, нет. Так, а с Белоруссией что у вас? Не помню даже, если честно. А давайте вспомним что-нибудь из последнего. Из последнего я никуда не ездил, там только отправляли работы на конкурс и все. Кроме того, что вы занимаетесь проблематикой развития сельских территорий Кировской области, у вас есть еще некий бизнес-направление, да? Ну, как-то странно, выходит, я инженер, а какие-то бизнесы, видите, у меня там как бы просто... Я просто участвую в этих проектах, я же не основоположник. А, то есть вы работаете в команде? Да, и мы вместе, когда что-то делаем, вот у нас получаются такие проекты интересные, просто я во все вписываюсь, у меня их так много. А ваш научный интерес, вот личный, самый большой, это в чем он? Ну, не знаю даже, если честно. Я больше там по оформлению, по собиранию данных, ну и по обработке какой-никакой и все. Тоже очень важный момент, без этого тоже никуда не денешься. Самая главная работа, наверное, на самом деле. Так, у нас Владислав Котельников, все. Здравствуйте, меня зовут Котельников Владислав, я студент третьего курса инженерного факультета. И сейчас в нашей лаборатории цифровых технологий в России мы занимаемся над созданием автоматизированной мобильной аэропоники. Наша установка предназначена для ускоренного выращивания микрозелени и адаптирована для использования в домашних условиях. Автоматизация нам позволит наблюдать за процессом роста из любой точки мира и проведить научные исследования для выявления наиболее эффективных методов выращивания. А как можно следить вот из любой точки мира? Wi-Fi, умный дом, все вот такое? Да, наша установка собирает данные со своих датчиков и отправляет данные на сервер. После чего мы можем зайти на сайт и посмотреть, что у нас там происходит. Например, воды уже нет, пора там подлить, например. Или у нас вообще какой-то аварийный режим и света дома нет, нужно идти исправлять ситуацию. А ваши установки уже существуют в дне опытных образцов, а более распространенные? Пока только как опытные образцы, да, но мы планируем, что все-таки пару образцов будут у нас расставлены по академии. И там будут работать, и мы будем отлаживать всю нашу работу. Я так понимаю, что конкуренция у вас уже есть, потому что микрозелень уже выращивают? Да, конкуренты есть, но именно мы больше нацелены на автоматизацию процесса выращивания, а конкуренты пока этим не очень сильно занимаются. Интересно, как вам пришло вот это направление для изучения, для проработки? Меня пригласили на втором курсе поучаствовать в этом, я согласился, стал этим заниматься. Какие у вас есть уже награды за это или за что-то другое? В прошлом году я стал студентом года и также выиграл грант для проведения как раз-таки моего научного исследования по аэропонике. А что вы там выращиваете, кстати? Я запомнился только горох, потому что я его часто пробовал на вкус. Довольно вкусно получается. Не знаю, поддержат ли меня девушки, но меня в последнее время появившиеся в продаже всякой микрозелень очень интересуют. ЗОЖ, ПП, все эти вещи, они уже популярны, мне кажется, будут еще популярнее, поэтому мне прямо интересно, что у вас там получится и когда можно будет завести такую установку у себя дома. Надеюсь, через годик все получится, сможете купить. Отлично. Михаил, расскажите про получателей правительственных стипендий. Много ли вообще вот видов стипендий и ребят, которые их получают? В прошлом году за высокие достижения в учебной и научной деятельности стипендию президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономии, получил магистрант второго курса инженерного факультета Тетенькин Станислав. Стипендию правительства Российской Федерации получили магистранты второго курса хозяинов Кирилл и аспирант второго года обучения соитов Алексей. Ну и вот шесть партнеров ваших и, наверное, у вуза тоже есть какие-то меры поддержки особые для тех, кто занимается исследованиями и какие-то творческие способности проявляет. Совершенно верно. Ну, я уже говорил, что университет выстраивает партнерские отношения с разными предприятиями. Предприятия назначают корпоративные стипендии. В прошлом году порядка 35 студентов получали такие стипендии от этих предприятий. Наш университет также старается поддерживать всех ребят, которые активно занимаются и общественной деятельностью, и научной деятельностью. Они имеют возможность получения тоже повышенных стипендий уже от университета. Ну и где-то порядка 10% от всех получателей стипендий, государственной стипендии. Таких вот ребят у нас есть на сегодняшний день. Ребят, расскажите, как вас хватает на всё? На учёбу, на какие-то вот эти научные вещи, на то, чтобы вообще придумать? Потому что я прекрасно знаю, когда ты загружен какой-то текучкой, рутиной, не придёт никакая там суперидея, лампочка в голове не загорится. Нужно иметь какие-то ресурсы на это. Как вы, не знаю, справляетесь ли вы? Сразу были такие заряженные, и вас можно ещё куда-нибудь направить, хватит на всё и поспать тоже. По своему мнению знаю, когда есть интерес к какому-то делу, всегда найдёшь время, чтобы им заниматься. А если интерес как-то ещё финансово поддерживается, то просто всё можно на два умножить, всё получится точно. На самом деле нужно просто поймать волну вот этой вот текучки, как вы сказали, рутины, и дальше само пойдёт. А можно не спать? Иногда хочется только спать и больше ничего не делать. Хочется пожелать всем ребятам дальнейших успехов, хочется пожелать не бояться ставить перед собой амбициозные цели и двигаться к ним, и всё тогда получится. Благодарю всех наших гостей, замечательные Ильяцкие государственные агротехнологические университеты, проректора по учебно-методической работе Михаила Паяркова. Всем успехов! Спасибо! 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 Полезный город Субтитры создавал DimaTorzok